Второй день крупного бизнес-форума «Ростки» с размахом прошел на площадке «Казань-Экспо». На повестке дня снова была тема единения и укрепления партнерских отношений с КНР и обсуждения планов дальнейшего сотрудничества. Так, в рамках мероприятия был подписан договор о сетевой форме реализации образовательных программ между Казанским федеральным университетом и Обществом с ограниченной ответственностью «Шангдонг Дэксюши Эдюкейшн Сервис Групп Си Оу». Эта компания – частное учебное заведение, обучающее языку, искусству, спорту, научным дисциплинам и многому другому. Соглашение позволит Казанскому федеральному университету расширить границы развития студентов, дав им возможность обучаться за границей. Ряд соглашений по привлечению студентов из КНР в Казанский университет, абитуриентов, для прохождения вступительных испытаний уже на будущий год. То есть рядом с компанией, которая этим занимается, мы будем подписываться. И сейчас мы ведем переговоры по, в том числе, возможному созданию отдельного общежития. Это очень интересный большой проект, который мы сейчас обсуждаем с коллегами из Китая. Вы знаете, что в Казанском университете это такая животрепещущая проблема наличия общежития. Я думаю, что мы найдем китайских инвесторов, которые тоже могут вложиться в этот проект и вместе с нами создать новые места для проживания наших студентов, в том числе из Китая. Прежде всего из Китая. Пациентам отправляются на обучение по обмену, изучая и практикуя китайский и английский языки. Это соглашение, которое связано с открытием подготовительных факультетов в КНР на базе школ, на базе ВУЗа, в том числе Первого Шен-Люйского медицинского университета. С октября надеемся, что уже начнут работать наши удаленные подготовительные факультеты. Значит, что сеть у нас таких факультетов большая. Начали с Египта, в Турции, в Иране у нас работает такой факультет. Сейчас будет работать в том числе и в Китае. Это сетевая образовательная программа. По итогу вечера форум Ростки позволил Казанскому федеральному университету расширить спектр своих возможностей и укрепить партнерские отношения с различными образовательными учреждениями КНР. Карина Саяхова, Елизавета Газизянова, Никита Кинчин, Универньюс.